Скрывался 10 лет от служителей закона и даже сделал пластическую операцию по изменению внешности. В Ростовской области задержали еще одного участника, известной на Южном Урале ОПГ Турбазовские. Как мужчине удавалось быть незаметным столько лет в сюжете Татьяны Лавровой? По данным следователей, 40-летний участник известной преступной группировки 10 лет скрывался от полиции. Он успел неоднократно сменить анкетные данные, сделать пластические операции по изменению внешности и даже поменять отпечатки пальцев. Он удалил уникальные узоры на кончиках пальцев обеих рук. Только все это не помогло. Его все равно задержали. Личность фигуранта идентифицирована. Ему предъявлено обвинение в участии в устойчивой вооруженной группе, в участии в преступном сообществе, в убийстве двух и более лиц, организованной группой, сопряженной с бандитизмом, в покушении на убийство двух и более лиц, организованной группой, сопряженной с бандитизмом, в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, организованной группой в отношении двух и более лиц, В разбои, совершенном организованной группой с причинением тяжкого вреда здоровью, в незаконном приобретении, передаче, сбыте, хранение, перевозке или ношение оружия организованной группой. Напомним, как установили служители закона, банда Турбазовский функционировала с 1999 по 2011 годы. Всего участники в различных составах совершили около 40 тяжких и особо тяжких преступлений на территории Москвы, Московской, Ростовской и Челябинской областей, а также Краснодарского края. Как считают сыщики, самым ярким представителем группировки по Челябинской области является Виктор Ордобьевский, которого обвиняют в бандитизме и организации двух заказных убийств. Ордобьевского задержали в сентябре 2013-го. Его подозревают причастности к убийству двух миасских бизнесменов – Андрея Подучина и Павла Сидорова. Задержан один из руководителей миасского городского округа. Он подозревается в причастности к организации двух убийств, которые были совершены миасской группировкой. На рабочем месте и в шикарном особняке бывшего главы миаса изъяты большие суммы денег и документы, в которых прослеживаются коммерческие интересы задержанного. Сейчас Ордобьевский находится в СИЗО «Матросская тишина» в Москве. И вот нового подозреваемого тоже отправили в СИЗО. Ряду участников уже огласили приговоры. Среди них и один из руководителей данной межрегиональной преступной группы Дмитрий Лесников, который в 2012 году московским городским судом был приговорен к 25 годам лишения свободы.